Всем привет! NHL.com.ru в ежедневном обзоре рассказывает о том, как российские хоккеисты провели себя в матчах игрового дня. Артемий Панарин принес Рейнджерс очередную влевую победу. Его команда уступала от Тави 0-1, но затем забила дважды подряд, и российский форвард принял участие в обоих голах. Сначала он ассистировал Райану Строуму, а затем во втором периоде классным броском в ближнюю девятку реализовал большинство, забив оказавшийся победным гол. Шайба стала для Артемия 14-й в сезоне, а очко 55-м. Его признали первой звездой матча. Игорь Шестеркин почему-то не попал в число звезд, но сыграл тем не менее великолепно. Он пропустил одну шайбу, в которой принял участие защитник-сенатрос Никита Зайцев, но справился с 29 остальными бросками, а в конце встречи едва не забил сам, но совсем чуть-чуть промахнулся по пустым воротам. В последних пяти матчах Шестеркин пропускал не более двух шайб и сейчас является главным претендентом на Везино Трофе. Миннесота прервала собственную серию из трех поражений и оборвала пятиматчевую победную серию Эдмонтона, забив Оилерс 7 голов. По передаче у Уайлд сделали оба россиянина. Кирилл Капризов набрал 62-е очко в сезоне и в споре бомбардиров вышел на шестое место, сравнявшись с Александром Овечкиным. А Дмитрий Куликов набрал 16-е очко в сезоне в матче против своей бывшей команды, где он заканчивал прошлый чемпионат. Евгений Малкин отметился двумя передачами в матче с Каролиной, набрав очки в третьей игре подряд и доведя бомбардирский счет до 17 очков в 16 матчах. А перед началом встречи Джино вместе с Крисом Летангом вручил Сидни Кросби золотую клюшку в честь 500-го гола в НХЛ. Однако полноценного праздника у пингвинов не вышло. Каролина взяла вверх, чему способствовал Андрей Свечников. Он хоть и остался без набранных очков, нанес пять бросков в створ и установил личный рекорд, применив семь силовых приемов. Сергей Бобровский пропустил два необязательных гола в матче с Чикаго, но партнеры по Флориде подстраховали своего вратаря, который продвил победную серию до шести встреч. В 16 играх с 29 декабря Бобровский одержал 14 побед, а по общему числу выигрышей 26 догнал на первом месте лиги Андрея Василевского и Фредерика Андерсона. Коламбус впервые в своей истории забил по семь голов в двух матчах подряд. В четверг от Blue Jackets пострадали Blackhawks, а сегодня – Buffalo. По передаче у Коламбуса сделали российские игроки – нападающий Егор Чинахов и защитник Владислав Гавриков. Чинахов набрал 11-е очко в сезоне, а Гавриков – 22-е. Илья Сорокин был признан третьей звездой матча против Монреаля, хотя голом Джоша Андерсона во втором периоде он наверняка остался недоволен. Вратарь вывел Айлендерс на лед в шестой раз подряд, но одержал в этих матчах всего две победы, а его команда все больше отдаляется от зоны плей-офф. В серии буллитов его пробили дважды с трех попыток. Также в воскресенье Джек Айкел впервые забил за Вегас, который обыграл Сан-Хосе, а Аризона справилась с Далласом. На этом на сегодня все. Еще больше подробностей матчей читайте в текстовых обзорах на nkl.com.ru. Меня зовут Сергей Демидов. Увидимся!